мы продолжаем с вами заниматься вопросами евангелизации и давайте мы как бы приступим непосредственно к теме для тех у кого есть библии собой давайте мы откроем их евангелие от матфея классический текст 28 глава 18 19 стих а потом мы с вами попытаемся понять так ли мы понимаем то что там написано вернее так ли мы понимаем как положено то что там написано и что это значит на самом деле я прочитаю с вашего разрешения 28 глава 18 19 и наверное даже 20 стих и так я читаю и приблизившись иисус сказал им дана мне всякая власть на небе и на земле и так идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа уча их соблюдать все что я повелел вам и все я с вами во все дни до скончания века аминь вопрос который у меня возникает сразу и должен по сути возникать у каждого человека кто аудитория который обращается иисус я имею ввиду не просто мы знаем что это его ученики что это значит практически кто из них был греком кто из них был русским кто из них был украинцем или все они были на самом деле евреями и что значило быть евреем во времена иисуса что значило понимать текст который произносит иисус что это значило в их жизни вы мне скажете возражение достаточно стандартное но минуточку какая нам разница ведь евангелие написано на греческом языке во первых не факт что оно было так написано оригинально по крайней мере у папе мы встречаем упоминание о максимах или высказываниях иисуса которые точно были свидетели которые видели написаны на еврейском или на арамейском языке для справки еврейские арамейские языки очень сходны например библию которую мы с вами читаем или по крайней мере ее то что принято называть ветхозаветной частью она написана на двух языках написано на иврите или на ветхозаветном иврите если хотите и на арамейском языке на арамейском языке есть куски книги эзры куски книги даниила и даже некоторые вставки в книги бытие что достаточно странно но это как бы совсем другой вопрос и так а современный школьник в израиле когда он открывает библию если ему не сказать что это арамейский язык он даже не поймет он будет продолжать читать как еврейский язык не всегда и не дословно понимая каждое слово но по крайней мере написание безусловно абсолютно то же самое некие корни другие некоторые окончания другие но по сути своей это абсолютно близкие языки споры о том говорил ли иисус на еврейском языке или на арамейском языке с моей точки зрения ненужные и избыточные потому что они уводят нас в сторону от сути сказанного а вот ментальность или как бы смысловая нагрузка которая не в себе как и иврит того времени или письменный язык или как бы скажем более расхожий язык арамейский они по своей сути одни и те же поэтому значение не имеет и вот люди которым обращается непосредственно иисус они вскормлены выращены и их понимание мира их источники знания или эпистемология если хотите она абсолютно еврейская что это значит я хочу вам привести один пример еще один сходный из евангелия на этот раз евангелие от она чтобы мы могли понять вообще о чем идет речь и необходимости реконструкции текста вне зависимости от того на каком языке в оригинале или в оригинальных фотографах было записано евангелие все что там написано является по своей сути переводом с языка общения который был между иисусом и его учениками мы должны это четко понимать даже если мы считаем что оригинальным языком на котором иоанн записывал скажем свою книгу откровения или евангелие или лука или и деяния апостолов того же луки даже если мы будем считать что записывали они их сразу на греческом языке тем не менее и перед лукой и перед иоанном гораздо большей степени потому что он был как бы свидетелем слов иисуса стояла проблема как ему иоанну перевести на греческий язык те диалоги которые он слышал скажем между господом и петром потому что само собой разумеется что господь и петр между собой не разговаривали облачившись греческие то ли и высоким выспренным греческим языком и какой-то может быть меньшей степени языком койны это совсем другая тема многие утверждают современные исследователи что такого языка то и греческого койны простого не существовало а это был всего лишь диалект евреев говорящих по-гречески но поскольку это другой вопрос и мы с вами не занимаемся сегодня языковыми проблемами как таковыми давайте мы прочитаем еще один любопытный текст который поможет нам понять точку зрения или подход к этой огромной проблеме которая существует в евангелиях я говорю о тексте из 21 главы евангелия от иоанна знаменитом тексте я буду читать начиная с 15 стиха когда же они обедали 21 15 и далее евангелие от иоанна или на еврейте псуат йоханан юханан так звучит на еврейце имя иоанн буква юд ио обозначает егова самому началу всегда когда вы видите в имени хан или хэн обозначает благодать дающий благодать иоанна и так 15 стихе когда же не обедали иисус говорит симону или шимону петру симон и он in любишь ли ты меня больше нежели они вам говорит ему так господи ты ты знаешь что я люблю тебя иисус Иисус говорит ему «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя, Иисус говорит ему «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его «Любишь ли ты меня?» И говорит ему «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, паси овец моих. Все, кто мало-мальски изучал синаптические Евангелия и отдельно стоящие Евангелия от Иоанна, и часто слушал проповедников, прекрасно, и не только проповедников, даже экзегетов серьезных, которые занимаются как бы этими текстами, основной акцент, который делается здесь, в христианской традиции, на то, что вот стоит Иисус, и разговаривает с Петром, и говорит ему, мол, ты меня, Петр, и знаменитое слово Агапе. Все слышали слово Агапе, я надеюсь. Мол, ты меня Агапе, дорогой Петр, а тот ему говорит, я тебе Филио. Агапе в данном случае представляется как высший вид братской любви, а Афилио это некая чувственная любовь, и одна вроде как бы повыше, другая пониже. Это стандартное объяснение этого места, которое вы, я уверен, слышали очень часто и в проповедях, и в книжках. Видимо, Иисус не считает ответ Петра исчерпывающим после первого раза, он задает ему практически тот же самый вопрос, ну как же насчет Агапе, по-гречески. Петр ему отвечает, мол, Филио? И Иисус говорит ему, в третий раз, так ты короче, Агапе или нет? Ну что ему, кто-то говорит, Филио, Господи, ты же знаешь, ты же все знаешь. Видимо, очень разочарованным. Есть такая шутка, когда мне довелось однажды слышать, а что такая настойчивость? Мол, как бы спрашивает он, Петр, ты меня любишь? Видимо, помяту я, что Иисус в свое время исцелил тещу Петра. Ты же меня после этого все еще продолжаешь что ли любить? Но это, конечно, шутка. А на правду, говоря, происходит этот диалог, который достаточно странный. Зачем Господу спрашивать три раза одну и ту же вещь и получать три раза один и тот же ответ? Ответ, на самом деле, лежит несколько в другой плоскости. Несмотря на то, что мы имеем в греческом языке достаточно красивое объяснение Агапе и Филио, и желание Иоанна говорить, насколько это возможно красиво, мы по-русски тоже говорим, используя различные синонимы для одного и того же слова. Также состоит в том, воспринимайте это как оно есть, что в греческом языке слова Агапе и Филио абсолютные синонимы. Септуагинта, которая есть перевод на греческий язык еврейских толковников, очень часто использует слово Агапе в любви к этому миру и в любви к злу. Мы находим в Новом Завете, Павел говорит, что так возлюбили этот мир, когда его оставляли, он употребляет слово Агапе. И в то же самое время употребляет слово Филио, когда касательно любви Бога, так о чем же, собственно, здесь идет речь? Давайте не будем забывать, что Иоанн, который является свидетелем этого разговора, тем не менее слышит и Иисуса, и Петра, разговаривающих между собой не на греческом языке, а на иврите. А на иврите, вот тут как ни крути, не существует отличия между словами Агапе и Филио по одной простой причине, потому что таких слов в еврейском языке нет. Я очень хорошо понимаю Иоанна, который, будучи ведом святым духом, пытается представить отличия в оттенках, о чем идет разговор между ними, с помощью, насколько ему возможно, нормального живого греческого языка. Однако мы должны понять, что что бы ни писал здесь Иоанн, это его попытка перевести оригинальный диалог между Иисусом и Петром, который происходил на еврейском или арамейском языке. И о чем же здесь, собственно, речь? А речь очень простая. Когда спрашивает Иисус, ты меня любишь? Петр говорит, да. Иисус ему говорит, так иди же что-то делай. Второй раз, иди что-то делай, иди что-то делай. Мы увидим с вами через минуту эту концепцию того неотделимости в вопросах евангелизации учения от дела, что является, как бы, достаточно, с моей точки зрения, отрицательным влиянием позднего или развитого кальвинизма на вопросы евангелизации и понимания сатериологии в частности, когда вера была полностью отделена. Это та из одной причин, по которой Лютер в свое время никаким образом не мог примириться с наличием известных элементов в послании Якова, в которой, как бы, делается усиленное ударение на дела. Для Лютера это было совершенно понятно, что вера должна быть полностью отделена. На самом деле, в еврейской традиции подобное разделение чисто условно. Вера, которая не производит дел, верой не считается, как такое вообще. Поэтому Иисус говорит здесь простую вещь. Он говорит, если ты меня любишь, ты должен что-то делать. Вот в чем смысл этого отрывка. Почему я так долго об этом говорю? Потому что, когда мы с вами возвращаемся к тому самому отрывку, с которого мы начали, с Евангелия Матфея, 28 главе, мы должны понять, что же на самом деле значит в еврейском контексте, на еврейском языке, для еврейской аудитории, в еврейской исторической и теологической традиции и то, о чем говорит здесь Иисус. Эти люди не возникли из вакуума, они не возникли из космоса, они не были пришельцами, они не были безродными космополитами, как иной раз нам навязывают, должно выглядеть современное Евангелие, в котором нету ни Иудея, ни Элина, и нету ни мужчины, ни женщины. Кто есть, непонятно тогда совершенно. Это была конкретная историческая обстановка, и мы должны читать этот текст в формате и в контексте людей, к которым непосредственно эти слова относились. Если они для них не имели никакого смысла, то они не имеют смысл и для нас. Итак, смотрим, о чем на самом деле там идет речь. «Приближившись, сказал Иисус, дана мне всякая власть на земле и на небе, и так идите и научите». Мы будем пытаться, насколько это возможно, реконструировать текст из того, который к нам дошел на русском языке, обратно, через греческий на оригинальный на иврите. Я умышленно миную среднюю этап или среднюю стадию греческого языка, чтобы не усложнять, но мы сделаем обратный реконструкционный перевод с русского языка на еврейский язык, по крайней мере, чтобы вы могли себе представить, каким образом это звучит. А потом мы попытаемся понять, что же это на самом деле значило. На иврите это звучит приблизительно так. Так наверняка звучало послание Иисуса к его ученикам. Это то, что Иисус говорит, справа налево, естественно. Это то, что Иисус говорит своим ученикам. Естественно, он не стоял с выбритой танзурой, свинком на голове, греческой тоге любого цвета, и обращался к своим ученикам, которые тоже были пастухами или рыбаками. Между ними происходил разговор еврея с евреем, и они понимали друг друга, как еврей еврея. Что же значит текст, который мы с вами только что прочитали по-русски и на иврите? Итак, идите, говорит он, научите, звучит по-русски. На иврите этот текст звучит достаточно схоже с тем, что мы имеем в стандартных английских библиях. Go, let's say, make disciples. Идите и делайте учеников. Это оригинальное значение этого слова. Теперь мы должны понимать, и тут не случайно есть, уча их соблюдать баланс между тем, что вы учите, и что они должны делать. Абстрактное знание, абстрактная вера, не производящая неких обязательств по отношению к Господу Богу, которые выражаются в ваших конкретных делах верой в иудаизме. А именно эту веру исповедовал Иисус Христос, который не был христианином, он был Христом. Иисус Христос, если бы его подошли и спросили, как ты можешь сформулировать свою веру, он бы назвал ее библейским иудаизмом. Никакой другой монотеистической веры в то время не существовало. Так вот, если бы к Иисусу подошли и спросили у него, что это значит, он сказал бы, в моей вере, или давайте назовем это фундаментальным еврейским христианством или прото-христианством того времени, в моей вере вера абстрактная, которая не результируется в конкретные дела, верой как таковой не считается. Типичным примером такого абстрактного верования является дьявол. Дьявол, поверьте мне, и простите меня за этот каламбур, дьявол является абстрактно верующим гораздо большей степени, чем всем мы с вами, по одной простой причине, потому что ему и веровать-то не надо. Он знает, а знание как наивысшая форма познания или веры. Он знает, что Бог есть. Он видел Бога. Мы можем задать себе вопрос, являлся ли Адам верующим человеком. Адаму не надо было веровать в Бога в том смысле, в котором мы с вами говорим. Адам знал наверняка, что Господь Бог существует. То есть в смысле познания или знания о факте существования Бога, у дама было огромное преимущество перед нами, такое же, как и есть у сатаны перед нами. Однако знание о Боге, это не то же самое, что знание Бога. И в этом смысле сноска, которая здесь есть, или упоминание, оно критически, фундаментально необходимо для познания воли Божьей в вопросах евангелизации. Если наша евангелизация направлена лишь на то, чтобы рассказать человеку о Боге, дабы он узнал о Боге, но не познал Бога, то это не есть евангелизация, это есть христианский ликбез, направленный на промывание мозгов, я ничуть не преувеличиваю, но ни в коем случае не на вентиляцию души. Потому что то, что обращается к нашим мозгам и признание факта существования Бога, даже в лице Иисуса Христа, даже в лице Троицы, не является определяющим в вопросах евангелизации, будучи отделенным от факта уча соблюдать. Иудаизм библейский была религия дела, которая вытекает непосредственно из веры. Дела без веры результируются в том, что хороший человек с хорошими делами находится в аду, в отделении для хороших людей. Одна вера без дел приводит к тому, что существует отделение в аду, в том же самом для людей, верующих в Иисуса Христа, но не нашедших применение этой веры в своей жизни. Это балансированный, это вдох с выдохом. Если я вдыхаю, грубо говоря, от Святого Духа, то выдохом моим должно быть то, что отвершит моя жизнь. Моя жизнь есть наивысшей формой евангелизации, которая представляет по своей сути мое право не только обязанность свидетельствовать о Господе Иисусе Христе, уча их соблюдать. А теперь давайте еще глубже сделаем один шаг. Что такое уча или научая? Я хочу еще раз напомнить вам, что они говорят между собой на еврейском языке. В еврейском языке слово учиться, это слово лильмод. Но в данном случае мы имеем некоторое другое слово. В еврейском языке слово учитель, это слово море. Я напишу вам, чтобы вам было, может быть, интересно, по крайней мере, видеть, как это писалось. Да, пишется, естественно, это буква м или мем на еврейском языке. Это буква рав. Это буква рэш. А это буква хэй. Одна из букв имени Господа Бога. Слово море обозначает учитель. Учитель. Кстати, это слово сходно с другим арамейским словом амора, который обозначает учитель. Или еще с одним словом по своей сути слова тана, который обозначает учитель. В иудаизме очень много и в еврейском языке слов, которые обозначают учиться. Потому что учиться это не то, что Ленин придумал. Это то, что на самом деле заложено в туре. Что поразительно, что слово море является однокоренным словом со словом оре, которое обозначает родитель. Морим, множественное число учителя, и орим это однокоренные слова. Естественно, этого не существует ни в греческом языке, в котором была традиция привлекать внешних учителей. Естественно, это не существует в русском языке. Где родитель, где учитель. Но в еврейсе основная этимологическая концепция языковая состояла в том, что твоим самым главным учителем является именно твой родитель. И более того, если твой родитель не является твоим учителем, он не достоин того, чтобы называться твоим родителем. Гораздо более поздний Талбуд период, период уже создания Мишны, предталмудический период, и гораздо более дальше уже создание Гемары, начиная с третьего века, мы находим в Талмуде, в Вавилонском, упоминание о том, что если из двух попал в рабство, ты должен выбрать учителя, а не своего родителя, если твой родитель не был тебе учителем, чтобы вызволить из рабства. Почему? Потому что учитель ищет тебя чему? Учитель ищет тебя... Торе. Тора. Оре. И море. Это однокоренные слова. Тора, переведенные на греческий язык, как Номос, совершенно неверно, это закон, или Пятикнижья Моисеева, или Первые Пять книг, или Хумаж. Это основа того, что Господь Бог хочет, чтобы мы соблюдали во времена апостолов. Он обращается к евреям, я еще раз хочу сказать. Новый Завет тогда еще не был написан. Обращение Иисуса к своим апостолам происходит так называемую дохристианскую эпоху. Церкви еще не существует. Рождение церкви зафиксировано несколько позднее в Деянии апостолов во второй главе, когда мы с вами читаем о том, что Дух Святой сошел на небо и заговорили все на разных языках, на котором Господь Бог давал им провещевать. И этот день, день Пятидесятницы, или на иврите праздника Шевуот, считается днем рождения церкви. Если бы я делил Библию на Ветхий и Новый Завет, я, наверное, бы все Евангелия отнес к ветхозаветным текстам, потому что они происходили еще при жизни Иисуса Христа в диспенсацию ветхозаветную, в администрирование Торы, когда еще не был дарован Святой Дух в том виде, в котором это представлено перед нами в новозаветном контексте. Поэтому очень важно, когда мы говорим об учении, понимать, что учитель, родитель и Тора, или пятикнижие, или фундамент, или как мы называем его по-гречески «номос», или по-русски «закон», отсюда, учас соблюдать, это является фундаментом того, что называется здоровой или праведной евангелизацией. Давайте сделаем один и самый последний шаг для того, чтобы узнать, что же такое значит море, оре и Тора. Они все происходят от еще одного еврейского слова, которое обозначает йоре, которое значит ни много, ни мало выстрел или стрелять. То есть то, о чем мы с вами говорим, мы можем сколько угодно рассуждать о значении «номоса» или «логоса» по-греческому языке, мы не имеем права забывать элементарную вещь. И эта вещь состоит в том, что фундаментом лексикона, которым владели, которым оперировали Иисус и его ученики, является еврейский лексикон. Но это не просто слова, это понятие, это историческая традиция толкования текста, это историческая традиция понимания концепции или тех иных слов. Иными словами, если мы посмотрим на то, что здесь написано вот в этом контексте, то мы видим следующую картину. Иисус говорит им, идите и научите, основываясь на понятиях, что вы должны быть учителями, родителями, соблюдать постановления, которые заложены в основании всей, и вы делать это должны концепция мишени. если, например, это центр мишени, то на иврите грех слово переводится как слово хет или слово промашка. То есть, дословный перевод слова грех это промашка с евреевского языка. И если вы стреляете по цели, то у вас нет шансов никогда попасть в самую цель. Вы можете промокнуться на один миллиметр, на полмиллиметра, на сотую долю микрона, но у вас нет шанса попасть точно в цель. Это может сделать только Господь Бог. Отсюда концепция, что вспоминается я юре или выстрел, связана непосредственно с невозможностью человека угодить праведности Господа Бога. И научать мы их должны именно этой концепции, что нет и не может быть возможности человека достичь это своими целями. Отсюда сразу попадает, пропадают вопросы о предопределениях или свободной воле человека, которые абсолютно чужды еврейскому восприятию. Вопросы, привнесенные греческой философией, вопросы, которые ставятся в этой связи, их никогда не было в Писании. Ни Иисус, ни его ученики никогда не задавались вопросами сродни тех, которые Павел позднее ставит перед язычниками, которые действительно существовали в греческой философии. Здесь очень просто и понятно. Вы хотите уверовать? Пожалуйста. Вы должны понимать, что вы должны создавать учеников, научая их, будучи для них родителями, на основании, уча соблюдать, вот той самой Торы, по принципу стремления, или каваны, или линия. Слово надежда, это однокоренное со словом линия, линия Господу Богу, стреляющему в цель и никогда не попадающему точно в цель по определению. Потому что мы люди и мы имеем свои ограничения. Уча их соблюдать, как говорит Писание, уча их соблюдать, идите научите, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Мы коснемся в следующей лекции что значит вопрос крещения. Потому что, обратите внимание, евангелизация неотделима от вопросов крещения. Хотя, без сомнения, Марк делает это совершенно ясным в своем Евангелии, когда он говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, он не обязательно делает крещение частью процесса спасения. Однако, с точки зрения методологической, человек, который сознательно, или как я сказал слово кавана, намерение, надежда, линия, человек сознательно отвергает крещение, этот тест является лакмусовой бумагой того, что он никогда не был верующим на начале этого пути. И вот мы коснемся вопроса крещения во второй части, это очень важно. А здесь, позвольте мне как бы еще перескочить на 20 стих и сказать, учаясь соблюдать все, что я повелел вам. Важнейший элемент, мы коснемся его более широком смысле, когда мы с вами будем говорить о реализованных процессах евангелизации уже в деяниях апостолов, когда Иисус был восхищен, когда Иисус уже вознесся к Отцу, но сейчас на этом этапе нам надо понять фундаментальную истину. С точки зрения библейского иудаизма, я подчеркиваю слово библейский иудаизм, чтобы сделать отличие между тем, что называется иудаизмом сегодня, или так называемым раввинским иудаизмом, или постталмудическим иудаизмом, не путать раввинов с ранними фарисеями времен Иисуса Христа. Слово раввин в то время, или равви, коим называли Иисуса, обозначала мой учитель, не более того, институт раввинов в том виде, в котором он сложился постталмудический период, или период после создания Вавилонского Талмуда, начиная с 6 века, это совсем другой период, и фарисеи не имели еще той законодательной власти среди еврейского народа, который они уже имеют после создания Вавилонского Талмуда. Что нам важно? Важно, что для Иисуса понятие евангелизации это не то, как мы, к сожалению, понимаем это сегодня. Некий анонимный евангелист, который призвал человека к вещам, у которых человек не имеет познания или представления. Отсюда мы имеем растущее количество христиан в мире и все меньшее количество христианства. Я повторюсь, все большее количество христиан, о которых нам пишут, рассказывают, компании, крусейды, стадионы, миллионы, 20 миллионов Китая, 50 миллионов здесь и все меньшее влияние христианства на события, которые происходят в этом мире. Тенденция, которая начала место быть в тот момент, может быть, 4 века, когда христианство окончательно отделилось от иудейских корней, оно пришло к своему логическому завершению на сегодняшний день, когда вопросы верования напрямую не связаны с вопросами жизни или вопрос свидетельства жизни. Отсюда мы имеем огромное количество так называемых номинальных христиан или церквей, в которых пасторами являются гомосексуалисты, или церквей, в которых пастор Шами являются лесбиянки, или церквей, в которых пастора разводились столько раз, сколько им хотелось, оправдывая это какими угодно причинами, мы пришли к состоянию, когда церковь, рожденная свыше, не соответствует церкви, которая представляет Иисуса Христа на земле, и в огромной степени, с моей точки зрения, это произошло из-за удаления от фундаментального тезиса провозглашенного Иисусом Христа, любите меня, соблюдайте мои заповеди, или как провозгласил народы Израиля, после того, когда ему была в Синайском откровении даровано Тора, или закон Моисея, он ответил очень интересно, может быть, не все обращают на это внимание, на еврейте это звучит нааседенишма, сделаем и будем слушать, не наоборот, будем слушать, размышлять, если нам захочется, будем делать, сделаем то, что ты нам сказал, приоритет был в том, что даже если мы не понимаем, мы обязательно будем делать, и уж в конечном случае, в обязательном случае, не могло быть и речи о разделении моей практической жизни, как иудея, во времена одарования Тора, или, если хотите, как христианина сегодня, от моей абстрактной веры, или веры познавательной от веры действенной, вот здесь вот положен фундамент этого. На следующем уроке мы с вами продолжим об этом говорить, и мы будем говорить с вами о практическом значении крещения, уверяю вас, это еще одно и не меньшее откровение. Продолжение следует... продолжение следует...